Центр гражданских инициатив открылся во Владивостоке. Теперь все желающие могут обратиться туда за помощью в благоустройстве своих дворов и общественных пространств. На сегодняшний день, в этом году принять участие по детской площадке, да укомплектовать где-то освещение, где-то пешеходные дорожки, сделать спортивную площадку. Знаю, что на врачах 6, 8, 10 там тоже. Как собрать инициативную группу? Какие документы нужны для создания территориального общественного самоуправления, ТОС? И как в своем дворе установить спортивную площадку, обновить дорожку, установить камеры видеонаблюдения и фонари? С такими вопросами можно обратиться в Центр гражданских инициатив. Очень много предложений, очень много инициатив у людей, у жителей наших. И это очень хорошо, это очень приятно, потому что только мы сможем решить те проблемы, которые волнуют именно нас, именно наших соседей, именно наших жителей, которые живут рядом с нами. Задача Центра гражданских инициатив – поддержать неравнодушных жителей и помочь им на каждом этапе. Прийти со своими пожеланиями можно в будни с 9 до 17 часов по адресу Фонтанная, 47. Конечно же, Центр гражданских инициатив – это очень удобная и очень простая вещь для людей, которые хотят организовать инициативную группу и, соответственно, создать ТОС, как неюридическое лицо, так и юридическое лицо впоследствии. Потому что здесь конкретно объясняют пошагово, что дают алгоритм легко и доступно и, соответственно, помогают собрать все документы. Всего департамент внутренней политики получил 341 заявку на благоустройство, из которых 319 заявок прошло конкурсный отбор. Из них только 65 – город Владивосток, остальные – Приморский край. Если на 1 января в Приморском крае было зарегистрировано 135 ТОСов, то сегодня их уже 225. По Приморскому краю лидируют спортивные площадки. 341 заявка была подана на конкурс. И далее у нас получаются детские площадки, затем освещение. Освещение пешеходных дорожек, тех же самых детских площадок, каких там улиц, асфальтирование пешеходных зон. Напомним, Центр гражданских инициатив создан по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Сергей Чалый, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на 8.